Произведение искусства Это такое произведение, которое сам художник читает произведением искусства. Например, мы можем поговорить о работе, которая как раз была реализована в этой мастерской 1.4.19. На тарапутере мы реализовали здесь и совместно с акцией она представляет собой следующее. Живая мышь помещается в роботизированный лабиринт и ее физическая реальность, в которой она пребывает в этом лабиринте, ставится в зависимость от виртуальной реальности. А эта виртуальная реальность, в свою очередь, она сформирована нереализованными возможностями этой же мыши. И возникает такой замкнутый цикл, в котором и будущее, и прошлое действия мыши одинаково влияют на ее настоящее в этом физическом лабиринте. Эксперименты на животных – обычная для человека практика. В своем эксперименте мы используем привычную метафору мыши в лабиринте для изучения механизмов формирования реальности. Мышь здесь подвергается жесткому воздействию нереализованной реальности. И мы наблюдаем, как именно она строит свою действительность в этих условиях. Мышь, проходя по лабиринту, на каждом перекрестке совершает выбор – налево, направо, прямо или назад. Каждый раз она выбирает лишь один из вариантов, все остальные остаются нереализованными. Мы видим не только реализованный путь, но и упущенные возможности. Виртуальные мыши начинают жить своей собственной жизнью. Так же, как реальные, они могут выбрать направление движения или отказаться от выбора. И реальные, и виртуальные мыши непредсказуемы. Перекресток, где перекресток, мыши вводить виртуальные сущности. Была очень сложная работа, потому что такой эксперимент, который продолжается каждый раз, как заново запускается этот лабиринт, и заново в него запускается новая мышь. Потому что мы имеем возможность наблюдать бесконечное количество математических ситуаций. И мы имеем возможность наблюдать, как живой организм вырабатывает алгоритмы борьбы с системой. И вырабатывает не только математические способы борьбы с системой, но также и телесные способы. И как в результате очень глупое существо может победить очень сложную математическую систему. Субтитры создавал DimaTorzok